Добрые дела начинаются внутри каждого из нас. Идут они от головы или от сердца, совершенно неважно. Главное, чтобы для добрых дел и для помощи тому, кто в этом нуждается, всегда открывались двери. И сегодня, в этот прекрасный день добра, мы поговорим с нашими гостями, с теми, кто помогает и протягивает руку помощи в трудных жизненных ситуациях. Всем нуждающимся. С руководителем организации «Ростов без наркотиков» Станиславом Горяиновым и организатором эстафеты «Вечно молодых» Виктором Смирновым. Доброе утро. Доброе утро. С праздником вас, с Днем Добрых Дел. Спасибо большое. Наверное, я вот сразу, глядя на Станислава, могу сразу сказать, у него большая душа. Широкая, открытая всем людям для добрых дел. Рассказывайте, какие добрые дела вы делаете. Ну, самое первое, из чего мы начали заниматься, помогать людям, мы около 15 лет назад открыли первый реабилитационный центр. Это было по благословению Владыки Ставропольского Владикавказского. И он находился в станице Темнолеска. Это бывший ученический кульстан, подножие горы Стрижамет. В общем, разнотравья, погода. Место хорошее, природа. Конечно, все после 90-х годов было, правда, разграблено. Ну, это нормальное состояние тогда. Постепенно начали обустраиваться. И думали помочь одному, двум людям, а оказалось, что... Оказалось, что в помощи нуждается много. Таких много. И очень много людей начало обращаться из Ростовской области. И через год мы открыли консультационный пункт в храме Свято-Троицком по благословению правящей архиереи митрополита Ростовского. И через месяц открыли первый реабилитационный центр мужской. Сейчас сколько их? Сейчас на данный момент у нас три мужских. Один женский реабилитационный центр, который отдельно находится от мужчин. Ну, есть некоторые такие... Ну, это правильно, наверное? Правильно. Субъективно есть причина. А где они находятся? Все в Ростовской области. Все в Ростовской области. Женский на западном находится. Один из мужских находится в Александровке. Третий центр находится на левом берегу Дона. И четвертый в Батайске, Соленого озера. Станислав, скажите, пожалуйста, за все эти годы сколько человек... Сказали спасибо. Сказали, да, спасибо. Сколько жизней... Тысячи. Тысячи. Но более, на данный момент, более двух тысяч ребят и девчат прошли реабилитацию успешно. Создали семьи, работают, трудятся, вернулись в социум, рожают детишек. Тема очень сложная на самом деле. И, к сожалению, она достаточно актуальна, да, потому что работа ведется, но, к сожалению, с двух сторон она ведется, и мы это знаем. И, естественно, есть какие-то, наверное, специальные, возможно, курсы у вас, да, для родителей, может быть, детей. Вы помогаете им тоже? Конечно, у нас проходит раз в две недели. Мы называем это собрание родительского комитета. Родители приходят, занимается психолог, бывает, приходит православный священник. Ну, и также один из наших сотрудников организации тоже целенаправленно этим вопросом занимается. Консультации, общаемся с детьми, общаемся с родителями, у которых дети уже у нас на реабилитации. Мы оказываем такую психологическую помощь. Ну, и я так понимаю, что существуют еще некие мероприятия, да, которые объединяют всех людей, которые когда-то прошли, уже создали семьи, наверняка, и которые сейчас нуждаются в поддержке. Ведь правильно? Очень много мероприятий. Так получилось, что после того, как мы занялись реабилитацией, мы задались вопросом. Ну, допустим, они находятся в реабилитационном центре. Допустим, с ними работают психологи. Но большое количество времени, допустим, полгода или несколько месяцев, очень трудно в одних стенах находиться. И мы начали придумывать различные мероприятия. Первое – это спортивные мероприятия. Вот, допустим, спортивный клуб «Пересвет», мы с ними всегда сотрудничаем. И наши ребята, у них занимаются тоже, проводят тренировки, и воспитанники ходят тоже в спортивный клуб. Всячески сотрудничаем. Также совместно мы уничтожаем рекламу наркотиков, которые на фасадах, допустим, зданиях города Ростова и Ростовской области. Которая в последнее время, кстати, очень много появилось, она везде появилась. Очень много, вот сегодня буквально мы тоже участвовали. Сегодня мы в парке Горького и на улице Шаумяна. Это все как бы уничтожали совместно с администрацией города Ростова. И очень много больших мероприятий, таких как кормление бездомных и малоимущих. Мы берем наших ребят. Сначала мы сами готовили, допустим, в женском центре собирали продукты питания, обращались к бизнесу, обращались просто к гражданам Ростова на Дону, обращались через вас, через журналистов. Большая помощь была им. Нам выделялись продукты, мы готовили. И уже в этом году, седьмой год подряд, мы каждый день с ноября по апрель кормим бездомных и малоимущих. То есть получается, как это еще один пункт реабилитации, тебе помогли и социализация, и ты помогаешь. Очень много ребят думают, что они употребляют или, допустим, пьют спиртно, и на этом все. И вот они уже запущены, они опускают руки, и поэтому они не сопротивляются. Но когда они видят других людей, у которого нет дома, у которого нет работы, у которого нет паспорта, нет еды, у них просыпается понимание, что у них-то еще родители есть. Что дальше есть, куда стремиться на своем не очень верно выбранном пути. Да, и многие ребята, отталкиваясь от этого, и через социальную работу выходят из своей проблемы. Из своей зоны, в которой они живут, из своего клубочка. Я хочу, чтобы мы сейчас все посмотрели. Наш корреспондент недавно был в одном из мест, где вы строите центр. И его помогают строить те, кто уже побывал в других ваших центрах и как-то вернулся в социум. Давайте посмотрим. Здесь у нас большая светлая столовая будет, где воспитанники будут принимать пищу. Здесь будет кухня, где будет готовиться, там вход, куда будут заноситься продукты. Здесь раздаточное окно, и дежурные будут здесь раздавать пищу. Там, вот за этой стеной комната, когда вновь прибывшие приезжают, зона карантина, мы так называем, там будет расположен человек, который будет первые 2-3 дня под круглосуточным наблюдением, а потом уже в общий коллектив будет запускаться. Из коммуникаций подведен свет. Вода только техническая. Питьевую приходится привозить и заполнять резервуар под землей. Пока нет и газа. Среди планов на будущее создать столярное или другое производство для самоокупаемости и параллельно обучать профессии, сбившихся с пути. Но и сейчас воспитанники реабилитационного комплекса без дела не сидят. Помогают в строительстве. Друзья-помощники взяли блоки и заносим сюда. Принесли сюда. После этого будем передавать туда друг к другу и разнесем, будем раскладывать по перегородкам. Задача реабилитации – вырвать наркозависимого из его среды обитания, разорвать сомнительные связи. Поэтому родственники предпочитают увозить их в другой регион. А дальше подключаются психологи, наркологи, занятия спортом, свежий воздух и вера в себя. В этот добрый день продолжаем разговор с нашими гостями. Хотелось бы сейчас обратиться к Виктору Смирнову, организатору эстафеты «Вечно молодых». Мне очень нравится название, но немножечко грустновато, если честно, про вечную молодость. Расскажите, пожалуйста, что это за мероприятие, кто в нем участвует? Мероприятие изначально позиционировалось как просто обычная эстафета в сети. Часто такие проводят, очень часто. Ее можно спутать с любой другой, но у нее есть одно отличие, довольно весомое. Эстафета началась с того, что я своим подписчикам, друзьям, то есть их было не так много, сеть Инстаграм, признался в том, что происходило в моей жизни последние полугода, что я делал, чем я занимался, чем я не занимался. Вы пошли на этот смелый шаг? Да, я решил просто рассказать, как есть, и на своем примере показать людям, как делать и сделать, как себя вести и нужно. И хорошо, вот прям очень интересно, потому что это действительно очень смелый, мужественный поступок, и не каждый решится на него. И много откликов было, поддержки? Знаете, изначально большого значения никто не придал, потому что было восприятие как какого-то пиар-проекта или что-то в этом роде, потому что кроме спорта я также пишу стихи, и у меня очень много увлечений. То есть могли бы подумать, что... Ну то есть поначалу никто не поверил, что это действительно на самом деле признание и такой шаг? Да, но когда я начал выкладывать посты непосредственно с фотографиями своими во время того, что я делал... Из прошлой жизни? Из прошлой жизни, да. И нынешние фотографии, то есть, грубо говоря, эфтабифо, да. Люди начали писать. Более того, люди начали писать из других городов. Эстафету я запустил. Как она, в принципе, выглядит, что она из себя представляет? Человек, не занимающийся спортом, человек, нуждающийся в помощи, допустим, таких людей, как Станислав. Человек, который занимается спортом, уже профессионально занимается спортом и так далее. Он выкладывает видео в сеть Инстаграм с хэштегом эстафета Вечно Молодых. Отмечает там мой профиль и это видео выкладывает также я у себя на странице. Все это охватывает пока что небольшое количество людей, но завлеченные. То есть, люди, которые умеют заниматься спортом, выкладывают, как они это делают. Также мастер спорта, с которым я делал интервью, мой близкий друг по тяжелой атлетике. Также мастер спорта по гимнастике, растяжке. Также с ними выкладывали тренировку, интервью. Чего не стоит делать новичкам в зале, что стоит делать. То есть, они смотрят и начинают делать то же самое. То есть, это, получается, поддержка, что ты можешь сделать сам, не вкладывая никаких денег. И у тебя есть ресурс вот этих людей, которые смотрят за тобой по этому хэштегу правильно. И могут, им можно задавать вопросы, и они помогут. Грубо говоря, да, амортизация. Но также помимо людей, профессионально занимающихся спортом, да, выкладывают видео ребята, которые к спорту никогда не относились. То есть, мне пишет там, допустим, девочка. Вот круто, ты мотивируешь, ты большой молодец, там, ты вылез из всего вот этого. И сейчас я все это посмотрела и действительно подумала, а что мне мешает заняться спортом? Что мне мешает? Я сижу, ничего не делаю, как бы у меня свободное время есть, почему бы не заняться здоровьем? Ведь не обязательно заниматься спортом профессионально. Есть такое понятие, как физкультура. Спорт и физкультура — это разные понятия, легко различимые. Физкультура, она поддерживает здоровье, а спорт — это уже более углубленный. Но тем не менее. В любом случае, люди смотрят вот вашу эстафету и приходят к определенным выводам. А почему я сижу, да, а почему я ничего не делаю? Спорт — это не такое недосягаемое. То есть, много всякой мотивации, всяких мыслей хороших и добрых приходит. Главное, да. А как давно эта эстафета была запущена? Эстафета запущена буквально месяца, полутора месяца назад. Около полугода я до эстафеты как раз-таки был такой период у меня в жизни, когда я употреблял алкогольные напитки и распространенную, к большому сожалению, сейчас фармацевтическую продукцию. Ну, самое главное, что можно присоединиться к этой эстафеты правильно. Разумеется, можно, я бы сказал. Если у вас есть профиль в Инстаграме, заходите по хэштегу эстафета вечно молодых, эстафета вечно молодых. Находите профиль Виктора, обязательно смотрите и занимайтесь спортом. Это действительно очень важно и полезно. И тем более, когда рассказывается история вот так, чисто, открыто, это очень смелый и мужественный поступок, то я думаю, что вы можете помочь, если не себе, то кому-то из своих родных или близких. Это точно. Мне безумно хочется обнять нашего гостя. Можно я это сделаю? Разумеется, я не против. Нет, ты умница. Спасибо тебе. Это вообще такой яркий пример, мне прямо до глубины души трудно. На самом деле вопрос-то очень важный, потому что многие боятся рассказать, даже если они чувствуют, что им нужна помощь, они просто боятся иногда признаться из-за порицания общества данных, ну, как мне кажется, данных вопросов. И вот Ростов без наркотиков, я так понимаю, что может помочь и в этом вопросе. С какого возраста к вам приходят? Вот можно. С 14 лет. То есть, в принципе, если, неважно, да, сколько лет, главное, чтобы помочь. Главное, чтобы было желание прийти. Ну, чтобы вы понимали, да, с 14 лет мы не имеем права по закону Российской Федерации заниматься несовершеннолетними. И на свой страх и риск мы... Ну, родители, с разрешения родителей. С разрешения родителей, конечно, мы это делаем. Но все равно, если захотеть, нас могут наказать за это. Ну, когда родители плачут и рыдают, и просят оказать помощь, ну, тут уже, понимаете... Ну, тут уже не выдерживают. Когда накану жизнь ни одного человека, а целой семьи, я бы так сказала. Целой семьи. Целой семьи. Тут уже отказываться явно не будет. Я понимаю, что отказать еще будет. Потому что сейчас наркотики страшные и доступные, и люди очень часто делают такие вещи, и не только с собой социидальные, но и с окружающими их. А как всегда страдают родные и близкие. Вы делаете очень большое дело. Спасибо вам огромное за это. Особенно в День Добра. Пускай успех идет рядом с вами. Пускай хватит на все силы, терпения. Скажите доброе утро Ростову. Доброе утро, Ростов. Доброе утро. Спасибо вам. Хорошего дня. Продолжайте смотреть Дон-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова